Сегодня в деревне универсиады в Казани целый день будут разучивать танцы, приветственные кричалки, тренировать улыбку и подтягивать английский. Всем этим занимаются участники международного волонтерского лагеря, которые будут работать на студенческих играх 2013 года. Пока добровольцев полтысячи, но теперь присоединиться к ним может любой желающий. Уже сутки на сайте универсиады открыт прием заявок. Сергей Савин изучил требования. Страничка в социальной сети. Это фотография из Шэньчжэня, где проходила последняя летняя универсиада. Лера поясняет, тогда волонтерам стало просто из любопытства. Сейчас она в Казани для того, чтобы снова испытать яркие эмоции. Когда выходила Россия, я стояла просто в самом начале, ну просто под флагом, вот нашим российским. У меня была дикая улыбка, потому что это эмоции, которые просто получить как заряд. Ну это вообще, это настолько запоминается. Волонтеры работают бесплатно за идею или интерес, но во многом именно они формируют эмоциональное впечатление от организации игр. Будь то универсиады или олимпиада. В Казани открылся международный учебный лагерь по подготовке таких добровольцев. Каждый день тренинги, лекции, деловые игры. Здесь учат решать бытовые, языковые, любые проблемы, которые могут возникнуть во время проведения соревнований. Занимаются как кому удобно, стоя, сидя, даже лежа. Главный результат. Вот кто-то уже разучивает слова волонтерской клятвы. Есть и такая. Содержит любопытные пункты. В старости рассказать своим внукам и правнукам о великих победах и ярких интересных событиях универсиады 2013 года. По имени-отчеству ее называют только в родном Петербурге. В молодежной тусовке она просто Тамара, хотя ей 68. Два года назад пенсионерка перевернулась ног на голову степенную жизнь и стала волонтером. С тех пор путешествия, изучение языков. В активе Тамара уже французский, английский и общение с самыми разными людьми. Интересная работа. Понимаете, если сейчас меня спрашивают, какое у меня хобби, вот волонтерство мое хобби, мы теперь этим живем. Где-то что-то в интернете находим, где-то что-то происходит, где какие-то интересные соревнования. Мы стараемся туда попасть. В Казани она в качестве тренера среди ее учеников и вьетнамские студенты. Правда, к универсиаде они станут уже аспирантами, но обязательно будут помогать в проведении игр. Мы хотим быть волонтеров, чтобы ответственность за мероприятия, помогать людям, чтобы развиваться спорт в вашей стране. В лагере волонтеров сейчас 500 человек из 48 регионов России. Это только актив. Их задача уже на местах подготовить и обучить в 40 раз больше. 20 тысяч добровольцев. Причем цифра эта предварительная. Скорее всего она будет скорректирована в сторону увеличения. В оргкомитете подчеркивают это немного. В Китае, например, спортсменам помогали 150 тысяч активистов. Но в Казани количество заменят качеством. Стать кандидатом в волонтеры можно онлайн. На сайте универсиады заполнить анкету и указать никнейм в скайпе. Ведь кастинг пройдет прямо по интернету. В основном вся процедура тоже связь по скайпу. Когда, например, отбирали волонтеров в Китай, все собеседование проходило по скайпу. Поэтому, соответственно, очень важный момент. Конкурс ожидается не менее трех человек на место требования, здание английского и коммуникабельность. Всех вместе волонтеров соберут за неделю до начала универсиады, до которой осталось всего 654 дня. Сергей Савин, Игорь Акимов, Олесь Аргеткин, Олег Брыкин, НТВ, Казань.